А по поводу моей кальянной и фокусов. Короче, я недавно ходила в свою кальянную. Да, вы можете меня там встретить на выходных. Я бываю там, бывает иногда в пятницу или субботы на воскресенье. Вечером, часов 9-10-11, короче. И меня там, помню, просили, типа, сфоткайся, короче, в инстаграм. Но, что там было крутого? В прошлый раз, когда я там была, туда приходили какие-то ребята, которые, типа, фокусники. Они показывали фокусы, пару из которых я знаю. Вот, и... Был один фокус, который я не до конца поняла. Короче, он выглядел так. Представляете, что это карточка? Представляете, что это карта? В смысле, карта, которая игральные карты. Я подошла к парню. Ну, он попросил из зала, как бы, людей. И там было много карт. Вот, еще одна карта. Нет, много карт, оказывается, есть. Не знаю, в чем фокус. Смотрите, у него стоял стакан. Давайте представим, что вот это стакан. Вот это вот жишка, это стакан. Не облокотить просто. Смотрите, вот это, вот это, это, вот это масть. А вот это, как называется, обратная сторона карты. Короче, я, я не знаю, как называется, как-то, как на К, как называется вторая сторона карты. Как-то, как называется это? К, рубашка, рубашка, рубашка. Да, во, рубашка. Короче, мне известно, что это рубашка, а это масть. Вот. Он дает мне, говорит, выбери карты. Вот так вот всю колоду. И я такая, листая, листая. И вижу, короче, на одной карте, там, ну, как бы, вмятина такая. Думаю, ну, бля, не буду. И он такой, типа, видит мои глаза, я говорю, дальше. Он вот так вот делает, вот так вот их, вот так их показывает. Вот так вот, типа, раздвигает. Я говорю, дальше. И выбираю. И, короче, вот так вот, раз, он говорит, покажи всему залу, но не показывай мне. И я показываю залу, а там был пиковый туз. Я такая думаю, ну, блядь, достала пиковый туз. Изи вообще, фокус. Типа, самое такое, вау, короче. То есть, достала пиковый туз прям, ну, не там какой-нибудь семер крестий. Пиковый туз. Показываю, такая, раз, он говорит, возьми, вот, в руках держу, вот так показываю карту. Не даю ему карту. Вот так. Кладу себе на руку, рубашка вверх. И он говорит, закрой. И кладу вот так руки. И убираю от него на метр примерно. И он достает из колоды, говорит, я достану из колоды, типа, самую высокую карту. Червовый туз. Достает червового туза. Я думаю, ну, блядь, ну, он, наверное, знает, что у меня пиковый туз. Наверное, из-за того, что я вот так вот выбирала карту и выбрала, ну, там, на 10 после меченной. Наверное, я подсознательно выбрала именно ту карту, которую он и хотел. Ну, я ее кладу вот сюда. Здесь, запоминайте, здесь пиковый туз. А здесь он, он кладет вот так, говорит, вот это, типа, вот это червовый туз. Он вставляет ее в стакан, вот так, рубашкой в сторону к людям. Но здесь он показал червовый туз, вот так, и убрал. Я просто, я вам расскажу, а вы расскажете, в чем суть фокуса. Я в это время вот так стою недвижно, свой пиковый туз держу здесь закрытыми вот так руками. Музыка просто орет. Вот. И, короче, и он говорит, это тест на твою реакцию. Я думаю, ну, блядь, я там, кейсер, ну, ох, сейчас, увижу все, блядь. Он говорит, как, насчет три, если я сдвинусь, ты должна сказать, стоп. И он такой, раз, два, три. И такой, вот так подвинулся, я говорю, ну, ну, и что, типа, он говорит. Типа, покажи, так как у тебя в руках, типа, черный туз, а в моем стакане красный туз. Типа, и ты не заметила моей скорости, покажи всем свою карту. Я вот так вот показываю карту, и тут червовый туз. И он показывает, так, вот здесь пиковый. Никто не двигался, блядь. Никто, никто не двигался. Я держала карту вдалеке, блядь, вот от него на расстоянии метра. А он, а он руки держал вот так. Как? Как вообще? И я стою такая. Там понятно, что с самого начала уже был не пиковый туз, но я показала всем пиковый туз, и вот так вот ладошка его прикрыла. Что? Это ребята любительские. А, еще потом меня вызвали, короче, меня вызвали на другой фокус. Этого парня, не помню, как звали, а второго парня звали Глеб, потому что там суть фокуса была в том, что мне нужно было на каждую его фразу. Я как бы ассистентка. Они никак не отвлекли внимания. Типа, он просто брал руки и такой, их, три. Короче, второе, второй фокус, он был с кольцами. Но это всем понятная фигня, что, типа, два кольца, в которых есть маленькая здесь дырочка, и, типа, вот два кольца, смотрите, они друг отдельно от друга. Оп, что это такое? Вау! О, оху, 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 да? Смотрите, моя рука, блядь, раз, и они уже не вместе. Обосраться, как так получилось, блядь. Что за хуйня вообще? Короче, и, и, что, он сказал мне, типа, ты моя ассистентка, и каждый раз, когда я задаю тебе вопрос, ты должна отвечать, да, Глеб. И, типа, он мне взял два кольца, вот так, два кольца, надел их вот на руку, вот сюда, два кольца отдельных, отдельно висело два кольца, и нужно было ладошку вот так положить, и здесь усели кольца. И я как дура вот так стояла, пока он там показывал фокусы своими, блин, теми кольцами, которые он разреднял и так далее, и я такая, типа, о, как так? Вау, обосраться, блядь. И, короче, и, 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 и каждый раз он мне спрашивал, да, Глеб, да, Глеб, да, Глеб, и он меня заговаривал, и, и говорил какие-то такие фразы, и я, типа, да, Глеб, да, Глеб, ну, было забавно. Потом я тоже, типа, он говорит, а, так забавно, что, типа, тот человек, который не смыслит ничего в магии, может тоже, показать фокусы, и я такая, раз, типа, раз, показала, там, разъединилась, разъединилась, ну, изи. Фаник стал подрабатывать на стороне, а почему фаник? Слушайте, как быстро потемнело, да? Мне понравилось. Было круто. Там еще показывали фокусы с веревками, фокусы с монетками, ну, это такое, как бы... А, мне знаете, что понравилось? Он показывал фокусы, Глеб, с кубиком Рубика. Он взял два кубика Рубика, один, типа, развинтил их от пизды, с закрытыми глазами, там, за спиной, блядь, что он тут не делал, и дал другому, там, мужчине какому-то, который там сидел подпездывал. Ну, там люди были наши, как бы, не их подставные. И он такой, что раз, покрутил тоже, мужик, он говорит, и сейчас я сделаю так, типа, что я рандомной комбинацией рук сделаю кубик Рубика такой же, как и у вас. И он отвел, короче, за спину, ему еще девочка сзади стояла глаза, закрывала тоже из зала, и он так покрутил кубик Рубика, и у него кубик Рубика получился идентичный тому, который помешал мужик. А дальше, а дальше, короче, ну, там начал стрелать какой-то парень, который после каждого его удачного фокуса говорил ХОРОШ! И они там под конец уже, типа, давай я буду брать тебя на свои выступления, потому что после каждого ХОРОШ! Нет, очень круто было, когда он, там, вертел кубик, подкинул его, взял, типа, подкинул его, поместил себе в руку, и он собранный. Не, это классно, это классно, что вообще, это прям, прям, правда, это завораживает. Нагрев кубика, блядь, все греется, все цвета меняет, ХОРОШ! 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 А есть смайлик хлопка на Твиче? ХОРОШ! Покрутился кубик Рубика и съебался. ХОРОШ! А фокус начался с чего? Их выступление началось с чего? ХОРОШ! Он, короче, вышел парень, он, ну, поставили сначала стол, все там столы другие отодвинули, и вышел парень в вот таких вот перчатках. Я помню, если кто-то подписан на мой инстаграм, они в истории могли это увидеть. Он вот так вот в перчатках толстых нёс стакан, поставил на какую-то резиновую подставку. Говорит, знаете, что такое серная кислота? Ну, хорошо, короче, типа, ну, не сер... Ну, типа, какую-то херню, типа, поставил. Серная кислота. И взял из зала монетку, поместил туда, и, короче, пизда пришла. А потом снял перчатки и выпил это. Я там вообще выпала нахуй. Понимаешь, что это не серная кислота, а вода обычная была, и что монетка заранее была подготовлена к этому. Но это было просто то, как они подали, то, что это... Типа, все замерли, все испугались, потому что сейчас что-нибудь прольется и так далее. Блядь, ну, было круто. Хорош.